Журавлик живи! История болезни нашей маленькой землячки Вари потрясла весь Ненецкий округ. Буквально в течение первых часов после публикации новости на горе семьи откликнулись неравнодушные люди со всей страны. Акции и благотворительные ярмарки направлены не только на финансовую, но и на моральную поддержку, которая сейчас так необходима семье Журавлёвых. Школьный конкурс «Мисс Ягодка». Девчонки в красивых платьях стараются проявить себя, чтобы забрать главный титул. Среди них – восьмилетняя Варя Журавлёва – весёлая, талантливая девочка. Никто тогда не мог предположить, что через два года ей предстоит вести борьбу со страшным недугом – раком мозга, медулобластомой четвёртой стадии. Почему болезнь выбрала именно её вопрос, на который не может ответить никто? Бороться за здоровье своего ребёнка семья решила в израильской клинике, но стоимость лечения превзошла все ожидания. Счета растут, и Журавлёвым пришлось рассказать о своей беде с призывом о помощи. Уже за несколько дней было собрано более пяти миллионов рублей. В детском саду «Гнёздышко», куда ходила Варя, как и во многих образовательных учреждениях, организовали благотворительную ярмарку. Родители и дети несут выпечку, игрушки и прочие вещи на продажу, чтобы вырученные средства отправить на лечение Варвары. В родной группе с говорящим названием «Журавлики» воспитатели Вари вспоминают её в дошкольные годы как не по возрасту начитанную и мудрую девочку, мечтающую стать археологом. Всегда спокойная, всегда послушная, миленькая девочка такая всегда соглашалась, такая самая высокая была, стройненькая, но очень послушная, очень послушная девочка. На прыгулке она всегда ходила рядом со мной, она не бегала, не носилась, как со всеми детьми, всегда рядом со мной мы сидели, она там рассказывала разные истории. Ждут выздоровления и возвращения Вари в музыкальной школе. Талантливая юная домристка с первого дня обучения стала подавать большие надежды. Варечка просто схватывает всё на лету. Произведение вот я только успеваю ей давать, она сразу наизусть, то есть она очень много трудится дома. Звук добрый, ей нравится. Любимых много произведений, репертуар очень большой у Варечки. Мало того, что эта девочка талантливая, трудолюбивая, у неё очень светлая душа, у неё необычайно развита фантазия. При поддержке городского отделения почтовой связи запущена акция «Журавлик живи». Любой желающий может сложить бумажного журавля, написать на нём добрые пожелания Вари и принести в главное отделение почты, откуда журавлики улетят прямиком в Израиль, где сейчас находится на лечении Варя. В сложной жизненной ситуации любому человеку важна моральная поддержка, и оказать её очень просто. Что же касается поддержки материальной, перевести любую сумму можно напрямую на счёт семьи Вари. Номер телефона и номер счёта для перевода вы сейчас видите на своих экранах.